Приветствую, уважаемые земляки! Сегодня у нас следующий гость, это Виктор Александрович Кабаков. Виктор Александрович с 1956 года рождения, родился он в селе Вознесеновка Целинного района, где по настоящее время проживает. Служил в советской армии, работал в ДОСАФе некоторое время и с 1980 года является учителем, педагогом и работает в Вознесеновской средней школе по настоящее время. То есть 43 года Виктор Александрович посвятил обучению детей. Виктор Александрович имеет государственные награды, такие как почетный работник общего образования Российской Федерации, также имеет медаль за трудовую доблесть Российской Федерации, имеет грамоту правительства республики Калмыкия, является кандидатом мастера спорта по скоростному маневрированию на автомобиле ВАЗ-2101. Виктор Александрович является председателем собрания депутатов Вознесеновского сельского муниципального образования. В настоящее время Кабаков Виктор Александрович является кандидатом в депутаты Народного хурала от КПРФ по Калмыцкому одномандатному избирательному округу номер 8. Итак, дорогие друзья, сегодня очередной гость у нас, это КПРФ Виктор Александрович Кабаков. Здравствуйте, уважаемые избиратели. Мне очень приятно, что вы пришли, я Виктор Александрович знаю давно, очень такой позитивный, веселый человек. Виктор Александрович, вот первый вопрос, нам необходимо с вами объяснить избирательный округ номер 8. Это что, какие поселки, какие территории, куда входят? Ну, в этот избирательный округ ходят северные районы города Элисты, поселок Салын, село Троицкое. И полностью село Троицкое? Да, и полностью село Троицкое. Северные районы? Ну, в принципе, я так человек, как сказать, по Целиному району знаком с людьми, с администрацией, в той, так сказать, с моем зрении, которое я имею, как представитель собрания депутатов села Воднесеновки. Опыт избирательный имею, с людьми работа и опыта есть. Так что, в принципе, каким образом... Почему вот представитель собрания Воднесеновского СМО и сейчас сразу кандидат депутата Народного Хорова? Ну, как говорится, в фильме хорошем «Белое солнце в пустыне задержал» бывает обидно. А почему задержал обидно? Потому что я все-таки член Коммунистической партии Российской Федерации. Я иду как от КПРФ. Ну, и вот мои соратники по КПРФ, как бы, глядя на меня, сказали, что давай, наверное, уже купаться в одной купеле, надо идти дальше, выше. Если я считаю, что мой опыт и мои знания пригодятся нашему народу калмыцкому, моему малой родине, на которой мы живем, за которой переживаем, в которой я уже в восьмом поколении живу. Мой род, да, восьмое поколение, мои прапрадеды здесь, начинали с Челгира. Я переживаю, да, и хочу, тем более слабой политикой нашей подготовки кадров, бывает, становится обидно за то, что у нас, я знаю, есть ребята наши местные, хорошие, умные. И я знаю многих ребят, которые в Москве, Ленинграде, у меня знакомых и друзей, и родственников много. Они могли бы нашу Калмыкию поднять, но почему-то их не приглашают, почему-то как-то они становятся в стороне, а у нас попадают, как бы, мы, я не против. Пусть, я всегда говорил о том, что, когда партию коммунистическую уступал, был не согласен по некоторым вопросам. Давайте чуть поподробнее. Вы давно учли на партии? Да, я с 90-го года. Когда партию разгоняли, когда ее разгоняли, в этот момент я понял, что я должен быть в этой партии коммунистической. 33 года? Не тогда, когда раздавали медали. И сколько было вам лет, когда? Ну, отнимем, вот это было, значит, 90-е годы, когда разгоняли партию. Сколько было вам лет? Я с 56-го. 56-го года. Ну да, сознательный возраст. Сознательный возраст, конечно, и в партию я вступил сознательно, отец на фронте вступил, а я думаю, а что ж партию мою гнобят? Ту, которой я пионер, комсомолий. Сложные времена. Да, я не шел туда, когда давали медали, когда давали посты. Чем партия погорела? Коммунистическая, я считаю. А потому что, когда меня принимали, спросили, она должна быть руководящая. Я сказал, что партия коммунистическая, ну как бы руководящая, не должна быть, она должна быть направляющей силой. Что такое направляющая сила? Направляем, куда двигаться. А руководить должны умные люди. Умные должны прийти в предприятия, а у нас как получалось с партией. Что у нас директор завода, директор алкохозяйства должен быть обязательно коммунистом. Ну зачем? Слушайте меня, извините. Если это умный человек, а партия следит, чтобы он двигался туда, куда нам надо. Шаг влево, шаг в право. Кирдек четкая стратегия. Да, есть стратегия. И тогда бы мы не пришли к 90-му году. К 90-му году мы бы не пришли. Не было бы 90-го года. Говорят, ГКЧП. Какой наград ГКЧП, слушайте. Когда там сидят первые лица государства, да? Первые лица государства сидят. И говорят, что это пучисты, которые перевернули у нас страну. Ты меня извини, ехан. Мы кладились с западом. Очень хорошее натяло. Мне нравится такое. Давайте в республику наше ойдёмся и нынешние времена. Зачем мы переживаем? Вы являетесь. Вчера у меня была в качестве гостя Геляна Аюшева. Она медицинский работник. Ну, там уже и предложение по выходу из такой ситуации уже вносит. Она есть у него пути решения. Вы у нас педагогический работник. Вы являетесь почётным работникам образования Российской Федерации. И всю жизнь, я так понимаю, вы в педколлективе. Совершенно говоря. Это ответственность. Я знаю, что это ответственность, тем более в нынешнее время. Хотелось бы поговорить немножко про педагогику, про образование в нашей Калмыкии. Как вы видите, вы тем более из СССР пришли в настоящее время. Какая была динамика? Мы развиваемся или деградируем? И что вы представляете? Да, образование. При преддверии я хотел бы так вступление в педагогику сказать. Да, идя в депутаты, значит, и вообще цель моя у меня в классе, если кто-то приедете, вы посмотрите. У меня такой огромный плакат висит, и там написано, учат слова, а убеждают примеры. И там перечисляются все мои заслуги, чтобы дети смотрели, и как я в селе себе веду, кто я такой, как я. Можно сто раз сказать, что ты хороший человек, что ты такой, а если твои поступки расходятся с твоими словами и делами, это уже ничто. Педагогом я стал, можно сказать, по принуждениям. Когда попал в армию и в сержантскую школу, нас подготовили как инструкторов по вождению в Германии. Обучали мы там учеников. Полтора года я учил водить автомобиль по Германии. ГСВГ? ГСВГ. Я там обучал водить наших солдат. И вот там как бы переломило меня с людьми. И я понял, что работа с людьми – это мое призвание. Я люблю детей. Я пришел с армии, пошел в ДОСАФ работать. В ДОСАФ я работал, тоже пришлось работать много с людьми, ветеранами, там уже депутаты. И все шли учиться на шофера. У меня весь город знакомый все. Шесть лет я обучал вождению. И как бы потом меня директор нашей школы пригласил, Виктор Александрович, не ходить или работать в школе. Но почему бы нет? Я пошел в школу. Вознесеновскую? Да, в Вознесеновскую школу. Я пришел в Вознесеновскую школу учителем, инструктором по вождению. Преподавал чисто тракторное дело, автодело. А, тогда раньше было же. У меня еще достоинство трактористов. Вот, видите, да. Тогда нужны были нам трактористы, комбайнеры нужны были, шоферы нужны были в то время. Я пришел в школу и начал учить детей. И я понял, что это мое призвание. Дети как бы мне… Ну, об этом должны сказать родители и дети. Какой я учитель. Да, ну да. Ну, как бы вот мои награды и те, которые там перечисляются всех ведомств, награды всех почетных грамот и всех ведомств, кроме медицины. И от милиции есть почетные грамоты, и от правительства, и от хурала, и всех. Ну, то есть это то говорит о том, как я работаю. Ну, не хвалить себя некрасиво. Ну, вы умели реализовать трудовую доблесть. Ну, да, тоже как бы заслуженно будет. Наверное, я так думаю, что люди посчитали. Вот. Ну, что хочу сказать в образовании. Чем отличается? Тогда? Да, вот. Советское наше образование. И сейчас. Это же лучшее образование. Все лучшие умы за границей от нашего советского образования пошли. Когда началось брожение в девяностые годы, и у нас в Калмике тут менялись, значит, образование. Да, министры, министры образования менялись, все такое. И такие шло, что зачем нам нужны такие умные люди. У нас и так все понятно, нам нужны юристы, бухгалтера, туда-сюда, трудовой народ нам как бы уже достаточно среднего такого хорошего образования. Еще я считаю, что чем угробили, мы начали смотреть на Запад. Сильно смотреть на Запад. Как там Запад у нас готовит детей, как они там, что, у нас же там толерантность, у нас же там, понимаешь, демократия, свобода слова. Какой нафиг свобода слова. Какая свобода слова, мы сейчас увидели ее. После того, что случилось, все увидели, что такое Запад и что такое демократия. Мы же кинулись их целовать, мы же к ним кинулись в девяностые годы. И начали от них перенимать. В образовании что? В образовании в общем-то. Ну, начало засоряться многими предметами, которые, допустим, если я скажу, что когда я пришел в школу, и было 4 часа в 10-м, 11-м классе, 4 часа у меня было тракторное дело. Учили те девочки и мальчики. 4 часа тракторное дело они изучали. У нас девочки не учились. У нас учились и девочки не учились. Они у меня даже победители были по пахоте, значит. Вот, девчата. Ну, потом мы все пришли, что ну, давайте так, советское образование, как бы, давайте разделим девочки и мальчиков. Пускай девочки шьют, мальчики будут учить. А вот мы вот так же учились. Да, и мы пришли, и образование там в то время позволяло, и сказали, да, давайте разделим. Разделили девочек, разделили мальчиков. И начали обучать. Я учил их тракторному делу. Это мои сейчас все комбайнеры и трактористы, которые сейчас есть, лучшие. Я хочу сказать, что лучшие. Это мои ученики, если взять по целинному району, ну, и в село возить Януку. Вот. Они сейчас уже в возрасте, конечно, те ребята. Ну, это все двигалось, двигалось, когда советское образование было. Потихоньку, в 90-е годы начало это все. Сказали, что тракторное дело, давайте сокращим на два часа. Я сделал программу на два часа, потом сократили и два часа. Сказали, достаточно трудового обучения, чтобы в пятые два часа, шестой, седьмой, восьмой, один час. Ну, вы понимаете, мальчик должен уметь работать руками. Он же будущий муж. А девочка это будущая жена. Она должна уметь варить, шить, как бы там она не хотела, кем бы она ни была, министром пусть будет. Ну, если она жена дома не будет, не варить, ничего не делает ей. Явно, что это не будет в семье и разобрать. В семье. Вот, как бы это вот, вот так оно должно быть в себе. Дальше, начальное образование. Начальное образование, как начали там вводить всякие программы. Вот, мне обидно за начальное образование и за, ну, как говорится, каждый свое, за технологию предмет. Значит, его, видите, сократили. У меня совсем сократили, значит, я сейчас не обучаю. Я на выпускных до, вот, лет семь, как назад, то есть, забрали совсем часы. И я не перестал готовить. Хотя у меня сейчас кабинет. Сейчас поедем, я говорю о том, что поедем ко мне в кабинет. Я вам покажу кабинет тракторного дела. Лучший кабинет, который остался, может быть, в Калмыкии. И теперь он не используется. Может быть. Но он сейчас не задействован по той причине, что, ну, нету часов. Я не обучаю. Я обучаю только пятый, шестой, седьмой и восьмой одни часы. А чего вы обучаете? Труды. Труды. О, ребята пили. И знаете, что еще интересно? Был семинар у нас тут. Приехали ученые наши с Москвы. Женщина и мужчина, к сожалению, фамилии не помню. И выступает перед нами. И говорит, ну, мы сейчас вот новые программы по технологии составляем, да? И еще говорит, что мы готовим сейчас учителей информатики, чтобы они могли преподавать предмет технологию. Я думаю, ну, ты, дорогой, что ты мелюшь? Что ты, блин, мелюшь? Вы, умы, сверху, вы должны что-то делать? Вы должны сделать, чтобы учитель технологии, технологии, учитель моей технологии должны научить, чтобы он преподавал информатика. Если вот этот, который мышкой, что он научит мышкой забивать гвозди, он все же, у него мозги только работают на мышку, может, не начну. Какой нахер ты его преподаватель технологии? А вот учителя технологии, который знает истину, дерево обрабатывает. чувствует дерево, чувствует металл, знает технику, он, ребят, подведет и к информатику. А если он еще информатику будет знать, ну это вообще прекрасно будет. Вот это правильный подход к образованию в технологии. И мы должны сейчас подготовить. Я готовлю детей, чтобы они могли зайти, вот видите, как-то жизнь-то изменилась, то они пошли там в колхозе-салхозе на предприятие работать, а сейчас они должны как-то зарабатывать деньги. Я говорю, ребят, они мне раньше говорили, зачем мне трактористы, я там буду юрист, туда-далее. Я говорю, ребят, вот я учитель. Учитель уже 40 лет, работаю в школе. Но я каждый год и по сегодняшний день работаю на комбайне. Наполно тебе заработать? Да, я хочу сказать всем вяществам, что ради бога, и в этом году 240 тонн намолотил, да. И так я работаю. Виктор Александрович пришел, мы договорились чуть-чуть раньше с ним, но поскольку он был на уборке, он сегодня только поедет. Да, да. Поэтому я считаю, что не зря хлеб ем, и показывает то, что нужно вот так вот работать. Ты знаешь, сейчас в нашем образовании, на мой взгляд, на мой взгляд, и многие специалисты это подтверждают, отсутствует такая функция, как воспитание. Мы только учим, при этом потом, но при этом наши ученики, еще вот я по себе знаю, наши дети разбегаются по репетиторам. Обучение, вот это советская школа, обучение, воспитание. Что изменилось? Что изменилось? Почему загрузили начальную школу? А еще, вот, вчера был Андрей Муанцеков, он сказал то, что, оказывается, сейчас, ну, я тоже это знаю, детей, первый класс, они должны прийти уже знающие. Вот, вы понимаете? Я лично в первый класс шел, хотя у меня старший был. Два момента по воспитанию, и вы про то, что они уже знали. Вот, да, такое положение, что в школу идет, ребенок хотя бы должен знать буквы, читать, мало-мальские, и потом он приходит в школу, и как бы уже рассчитана на него программа. Ну и что? А теперь учителя начальных классов, смены там всяких программ начали, вроде нас такие дети умные, мы начали их, и они вот эти 2-4 года начальной школы, они, особенно первый и второй класс загружен, вот я считаю, первый и второй класс загружен. Их, помните, мы с вами, ну, я лично, в первом классе нолики, крестики, да, и мы до 27, я ночью разбуди, и спроси там 8 плюс 7, я 5 секунд скажу, сейчас я в 4-м классе говорю на трудах, так, 7 плюс 8 сантиметров, там, сколько отрезать надо будет. Блин, задумался, 7 плюс 8, по-моему, вот им надо первый, второй, третий забить, и вот так, чтобы он вот здесь жестко до 20 отнимал, прибавлял, и отнимал, все. Да. Почему это происходит? Если у нас сейчас одаренный... Почему это происходит? Почему это происходит? Потому что это, я спрашиваю учителя, и говорю, девчата, ко мне приходят пятиклассники, с пятого класса уже на труды ко мне приходят. Я говорю, слушай, раньше приходили такие любознательные, а Александр, сейчас загружена программа. Загружена программа, мы идем по программе, мы не успеваем. А я говорю, а повторяю? Я допустим, если я. Если они вместе, я... Каждый год повторяю, начиная с пятого класса, и повторяю каждый раз. Но сегодня, я не понял, снова повторение, снова повторение, и так далее. Ну, я гоню советскую еще программу, и то, что есть... Сейчас, правда, хорошие книжки вышли по технологии, очень хорошие книги. Там Кожин, они выпустили последние программы по технологии, очень хорошие книжки. Прям понравились мне. А раньше это все утопили. Понимаете? Гнали там... Я в шестом классе должен был электродвигатель рассказывать ему. Какой на... Он еще физику не изучал. Он еще физику? Да, у него по программе там... И если бы я шел по этой программе, зачем я забивать ребенку буду голову? А вот, смотрите, трактор, да? Возьмем трактор, такой предмет. Казалось бы, я преподаю. Ну, многие же мне, как ребята, говорили, зачем, Александр, зачем я инженером стану? В этом тракторе, в одном предмете тракторного дела и мальчики, и девочки, 8 предметов института. Теория машин и механизмов там. Гидравлика там. Электротехника там. Сапромат там. Физика там. В одном тракторе. Если ты изучаешь машину или трактор. Ну, серьезно. Да, если это преподает Виктор Александрович Кабаков. Если Виктор Александрович Кабаков. Отвечает ему. Он отвечает за своих учеников и отвечает за все. Александр, вот что вы будете делать в Хурале, если пройдете? Вы знаете, вот я, честно сказать, что я буду в Хурале, я там где был. Поэтому я не знаю, что я там буду делать. Но я одно скажу, что буду принимать решения, которые будут достойны. И постараемся вывести. И я с коллективом, я еще хочу сказать, что, допустим, то, что я член КПРВ, это не значит, что это оппозиция всем партиям остальным. Конечно. Я считаю, что умные люди. И в единой России очень ребята, очень наших, вот Кабаков много. И в справедливой России очень ребята многие. Вот толковые там везде. Есть очень много умных людей. И если мы вот так как-то объединимся, и как-то будем вырабатывать не по блату, ничего там в Хурал пройдет-то, или кто-то там просто поделали голоса, или там еще что-то. А мы пройдем такие вот нормальные люди, и мы как-то сядьбе вместе решим. Сейчас вот наша страна находится очень в трудном положении. В трудном положении. И нечего делить, да? Да, делить нам абсолютно нечего. Чем богата наша страна? Наша богата страна народом. Национально с ним национальность. Наша Калмыкия тоже. Возьмемте нашу Калмыкию. Испокон веку Калмыкия защищали Родину. Были и Парижа, были и Берлина, и везде мы были. Калмыкия у нас одна. Я с таким лозунгом шел. А Калмыкия у нас одна. А мы ее дети. Мы должны сейчас сделать, чтобы нам здесь было жить лучше. Чтобы не уезжали в Москву. Чтобы не уезжали в Ленинград. Чтобы не уезжали. Да, там везде хорошо. Но если принимать наши ребята, мы радуемся, что наши ребята делают такие вещи, что мы за них, я горжусь, что там мои ученики, и они говорят, что они добиваются хорошего успеха. А хочется, чтобы они здесь дома. А хочется, ну, давай же приедь, сынок, сюда. И им тоже хочется дома. Да. И давай приедь, Калмыкия. Давай им вместе. Ну давай, денег мы уже... Ну что, вся политика построена на деньгах? Да нет же. Ну, в конце концов, деньги они нам тоже... Мы же должны... Как Басан Бадминович Градыков, это мой кумир. А Кай Иванович Градыков, это мои кумиры. Понимаете? Как они за Калмыкию болели, как они ее строили, как они создавали. Я думаю, а коммунистическая партия, она стояла, стоит и будет стоять на своих принципах, идеалах, человечности, дружбы народов, все богатства, недров, не одному олигарху, а всему народу. Все это должно принадлежать народу. Ай, нерях. А то у нас во время трудных временах кто-то становится миллиардерами. Ну, как-то мы что-то это не можем понять с вами. Мне очень нравится ваше настроение, у вас такая даже энергетика идет. Мне даже... Я могу даже вам вопрос... Потому что вы сами это ядный человек. Вы не вы сами еще говорите. Лейтенант, давайте поговорим о ваших, так сказать, соперниках. Вот по вашему округу восьмом идет Жунгуров Меньген Анатольевич вecág estrut sitter в России за правду, Найминов Номсыр Иванович в 98-м году партия Новые Люди, Никитин Аис Басангер в 1776-го годе это Единая Россия, Сушко Марья Алексеевна в 87-м году Кам Евгения в ЛДПР, Шурюмова Цаган Иванов в 1782-го года это РПСС. Знаете, кто-нибудь из них? Вот вы знаете, к сожалению, наверное нет. Так лично не встречался, Наверное, ни с кем. Я думаю, это достойные люди. Это люди достойные, которые, раз они решили идти в хурал, они тоже, наверное, патриоты наши, калмыки. А народ, люди пусть рассудят, пусть послушают, они пусть выступят, они пусть скажут свое слово, что они хотят, как они хотят сделать. Ну, я вот как бы мыслю так, если я буду там, то ну и... А если Никитин, Единая Россия, кстати, тоже сегодня подтвердился, мы завтра будем с ним записываться, я думаю, посмотрите еще, как бы узнаете, кто там. Ну, да. Ну, если бы я видел их выступление, может быть, как-то так. Ну, я желаю, конечно, им. Я думаю, что это достойные тоже люди. Какие проблемы вы бы обозначили? Ну, проблемы я бы обозначил у нас в Калмыкии. Надо инвестировать, где наш керамзитный завод, где наш силикатный завод. Ну, я после армии немножко пришлось поработать, там, буквально 3-4 после армии, пока в ДОСАФ не пошел, там, 3 месяца. На ЗИЛу работал. Да мы не знали, вы возили этот силикатный кирпич, строилась вся Калмыкия. ЖБИ возили эти плиты. Керамзит, да ее, да у нас песок, да у нас. Ну, у нас, у меня в партии идут очень толковые, у нас коммунистов, ребята. Весь со мной по одномандатным и общие, ребята. Там они очень хорошие предложения выдвигают вновь, да. Очень хорошие. По энергетике есть люди у нас, которые могут. Ну, я так думаю, если у нас там будет какая-то коалиция хурали коммунистов, плохого мы предлагать не будем, думаю. Я думаю, соглашаться со всеми ребятами, которые умные и толковые хотят поднять Калмыкию и создать лучшую жизнь у нас в Калмыкии, я только за. Буду только за. Не то, что оппозиция ради оппозиции. Спор ради спора. Это не мое. Да, борьба ради борьбы. Нет, это не мое. Пожалуйста. Давайте честно выйдем, если кто-то хочет со мной побеседовать и сказать, что эта партия их там лучше, давайте честно. То есть вы готовы на дебаты даже поговорить? Да, в любом случае, хоть на че. А почему нет, если человек хочет подискутировать и сказать, что КП в каких-то ситуациях может быть. Нет. Много было ошибок. Александр, вот вы сказали, что вы в субборке, да? Связан с сельским хозяйством. Только с комбайном, да? С комбайном? Да. В Молотине. Вот связаны с сельским хозяйством непосредственно. Тем более вы не животновод, а растеневод в данном случае. Я помогаю, ребятам. Что у нас растеневодство? Что у нас с сельским хозяйством? Как вы на это смотрите? Недавно был у меня Брюта Валентина Черенжанов. Он сказал то, что у нас сельское хозяйство по внутреннему региональному продукту – это не основная отрасль уже. Она уже отстает от нефтедобывания или нефтеперегонки. Сколько это кабукуру. Но все равно для людей сельское хозяйство основное. Ваша оценка? Оценка. Ну, такая сельское хозяйство, конечно, у нас зона рискованного земледелия, она же была всегда. Тяжело заниматься земледелием, потому что уплываем только на погоду. Как в этом году погода, конечно, это Господь Бог обратил на нашу Калмыкию внимание. Мы скоро пальму, может быть, у нас расти. Вы представляете? Когда было же в Калмыкию, неделю раз дождь пошел. Правда же? Значит, живет на воду, и земледельцы просто расцветают. Урожай был неплохой. Неплохой урожай был. Живот на воду уже говорят, где дождь прикрытся. Да, да, и трава растет. Урожай был неплохой, кто не ленивый. Единственное, я хочу сказать, что надо помогать ребятам. Надо помогать. КФХ, другие какие формы хозяйствования, личные подсобные хозяйства. Надо помогать людям. Надо помогать особенно к ФФХ. Обязательно указывать КФХ, если оно есть, который тянется. Ну, нужно знать, что там за человек, конечно. Человек, который хочет работать. Он работает, допустим, добивается каких-то успехов. Вплоть до того, как в колхозе, в совхозах было в советское время. Давали трахтора. Конечно, каждый колхоз. То есть, вы говорите, что надо ребятам помочь. Необходим поддержка. Поддержка. На законодательном уровне. На законодательном уровне нужно поддержку. В каждом КФХ должен быть Кировец и Белорусс-трахтор. Чтобы он развозил корма, кормил скотину или что-то. А Кировец, который мог бы обрабатывать почву. Ну, а потом надо концентрироваться и объединяться, может, ребята. Может, давайте создадим там, ну, как помните, лизер был, давали, да, копирацию. Как лизер был, давали комбайны, но они как-то испарились куда-то там, что-то ушло. Ничего не понятно. Может быть, так, копирацию. Здесь вот на вот этих субсидиях с сельхозтоваропроизводителем, ну, сами, ну, иногда жители, так скажем, балкомные фирмы, злоупотребляли, просто обналичивали деньги. Было, да, было в свое время, когда это было немножко, сейчас построже, немножко построже. А в то начальные разгульные времена, конечно, брали эти сусидии, ну, и глава отчитывался тогда перед нами, как депутатами он говорил. Отдали на строительство там кошар-мошара, а все ушло на машины иномарки. Ну, я думаю, сейчас время подходит такое. Вы правильно сказали, что тем, кто работает, хочет работать, надо помогать. Надо помогать. Именно и тем, кто может работать. Надо обязательно, ребята, помогать. Вот в таком плане. И они отдадут, не уходят же у нас за границу это зерно, мы кормим уже своих людей. Если вырастил, кто-то он, значит, здесь. Вырастил корову здесь. У нас же качество хорошее зерно. Да, вот у нас качество лучше всего зерно, да. Приезжают Ставропольчане, они берут наше зерно, разбавляют свое нашим зерном и продают. Как классное, да? Да, наше зерно, оно же продовольственное, оно же высушенное. Сколько взяли центнерных гектаров, если не секрет, вот в этот раз? Ну, я говорю, ну, некоторые ребята говорят, по 35 даже взяли. Это пары? Да, у нас дают только пары. Только пары? Только пары. У нас в Калмыкии пары. Если мы пары держим, мы получаем. Обработка яровая. Нет, Ставропольчане, я не помню, приехали к нам в Экибурюцкий район, когда они обрабатывали. И что, они получили? Они, у нас обрабатывали, спашка обязательно должна быть. Спашка, уничтожение сорняка. Они БДТ обработали и посеяли. А, думали, что возьмут. Да нет же, у нас это же рискованное земледеление, оно у них все посохло, оно все там и потеряли. Спасибо. Так что я думаю, что есть и народ доверит. Партия сказала, надо, комсомол сказал, есть. Значит, будем действовать в интересах нашей малой родины Калмыкии. Вот сейчас освободились. Чтобы она стала лучше, красивее. Сейчас освободились от уборки, какие у вас действия, там, встречи с избирателем, там, зайти каждый двор, или какой у вас план по избирательным компаниям? Ну, я думаю, встретиться с избирателем, если будет такая возможность, значит, то надо будет, конечно, встретиться с избирателем. Будете проводить, да? Ну, да, надо обязательно встречаться. Это партийные органы должны наши организовать, людей, конечно. Ну, сейчас очень тяжело следуешь. Собственно, да. Никто не хочет. Вы понимаете, да. Сейчас тяжело. У меня депутаты ждем, 10 депутатов у меня в СМО. Я представитель собрал депутатов. Ну, и бывает, как у нас, как, штаб, то на свадьбе, то ли где-то. У нас ораторов уже много. Вот, власть ругать, вот там депутатом уже. Я говорю, слушай, дорогой, ну, на следующий год будет выбор. Ну, давай, подавай заявление, давай, депутаты, я тебе помогу, депутаты пройдешь, мы же вместе пробьемся. Хорошо, прошли. Есть два, не буду называть фамилию. Проходит полгода, приходит мне, говорит, да, ну, где-то мне депутатство нужно. Что делать? Да я пошел, сказал, почему там мусор надо убирать, а меня послали на Требуку. И, знаешь, меня уже лет 30 посылают, потому что я депутатом лет 30 уже, да? Ну, я же от этого не сказал, а я, давайте вместе будем делать. Ну, все, ушел с депутатов, бросил свой депутатский билет, сказал мне... Не выдержал ответственность. Да, это же ответственность. И за это главное уж не платить. Мне будет все время, что мне, как представитель собрания депутатов, кто-то что-то доплачивает. Ну, за мои 30 депутатов лет, наверное, там, один раз глава СПО нам торт купил на 10 человек. Вся наша зарплата. Готовы нести ответственность? Да. И Родина скажет, надо. Илья, спасибо, спасибо, что пришли. И вот в заключение я бы... Пару слов для избирателей, для наших подписчиков, чтобы вы сказали. Я бы пожелал всем мирного неба над головой, семейного благополучия, нашей малой родине, процветания. Потому что чем лучше будет жить народ, тем в мире везде будет хорошо. Согласен. Да. А голосуйте по совести, по чести. Кого вы считаете достойным? Ну, вот так как бы. Спасибо, Илья, что пришли. Очень приятно. Спасибо.